В эфире вновь телепрограмма главного управления МВД России по Самарской области. Самарская полиция, закон и порядок. С вами я, Антон Ивойлов. Здравствуйте. По горячим следам самарские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи. По данным оперативников, под угрозой двух топоров мужчина похитил сотовые телефоны. Подробности задержания у Марии Поздеевой. В полицию поступило сообщение о нападении на один из самарских салонов сотовой связи. Первым по указанному адресу прибыл экипаж неведомственной охраны. Полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, что в салон, расположенный на проспекте Металлургов, зашел мужчина, который держал в руках два топора. Рубить не хотел, девчонкам сразу сказал, девки, я вас трогать не буду, отдайте мне телефон. Один топор махнул сначала в стол, вторым топором разбил эту студию. Они мне все собрали в пакет, что собрали, я забрал и ушел. Вы же продать, хотели заработать денег или что? Ни в коем случае. Если бы я захотел денег заработать, я бы телефон не брал. Добычей злоумышленника стали 13 мобильных телефонов и выручка – около 2500 рублей. На момент совершения преступления в салоне сотовой связи посетителей не было. Сотрудники органов внутренних дел установили, что нападавший скрылся на такси. На розыск подозреваемого ориентировали все наружные службы полиции. Были организованы оперативно-ростные мероприятия, как по отработке места происшествия, где были собраны доказательства, изъятые пятна бурого цвета, так как он порезался, когда собирал телефоны. Также свидетельская база была просмотрена, видеоизображения, которые имелись в безопасном городе. А также была организована отработка места предполагаемого сбыта похищенного имущества. Менее чем через час в ходе отработки вероятных мест сбыта телефонов сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника. При досмотре оперативники изъяли у него все 13 похищенных мобильных телефонов. Полицейские установили личность подозреваемого в вооруженном нападении. Это местный житель, который проживал недалеко от места совершения преступления, употребляющий психотропные вещества, ранее судимый по статье 158 Уголовного кодекса кражи. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений. Ведется следствие. Оперативники Самары пресекли деятельность салона, оказывавшего интим услуги. В ходе рейда полицейские задержали 8 девушек легкого поведения. На месте происшествия побывала наша съемочная группа. В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления МВД России по городу Самаре выявили салон для оказания интим услуг, который функционировал в банном комплексе на Зубчининовском шоссе областного центра. Из собранных полицейскими материалов следует, что заведение работало практически в круглосуточном режиме. На момент проверки в помещении бани находилось 8 девушек легкого поведения, подозреваемые в организации занятия проституцией и администратор комплекса. Задержанным жрицам любви от 19 до 28 лет. В основном они жительницы Самарской области и соседних регионов. Официально нетрудоустроенные. В ходе опроса девушки пояснили сотрудникам органов внутренних дел, что причина, которая заставила их заняться столь сомнительным бизнесом, банальна – нехватка денег. Оперативники доставили задержанных в отдел полиции для выяснения всех подробностей случившегося. На девушек составлены административные протоколы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении работников бани за организацию занятия проституцией. Сотрудники Самарской госавтоинспекции провели акцию «Береги автомобиль». Целью дорожных полицейских стало напомнить водителям о том, как защитить транспортное средство от преступных посягательств. Несмотря на то, что число автомобильных краж на территории региона в текущем году уменьшилось, проблема борьбы с этим видом преступлений для Самарской области все равно остается актуальной. Только в этом году на территории региона полицейские задержали несколько преступных групп, действовавших по предварительному сговору, которые занимались кражами и угонами автотранспорта. Самыми угоняемыми автомобилями являются автомобили марки «Приора» ВАЗ-2114 и из иностранного производства марки «Тойота». В целях профилактики краж автотранспорта на парковке одного из торговых центров сотрудники Самарской ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Береги автомобиль». Сначала инспекторы организовали для водителей автомобилей блиц-опрос по теме профилактики краж и угонов автомашин. Дорожных полицейских интересовало, что делают автовладельцы, чтобы обезопасить свое транспортное средство от преступных посягательств. Как выяснили сотрудники органов внутренних дел, до этого момента многие из автовладельцев особенно не задумывались о методах защиты своих четырехколесных друзей. Сигнализация есть у вас в машине? Да, есть. Все, что было у меня на машине при покупке, больше я дополнительно никаких устройств не покупала и ничего не ставила. Гараж, собака дома, да. Немецкая овчарка. В рамках акции дорожные полицейские рассказали автовладельцам о самых надежных методах сохранности транспортных средств. После чего раздали им специально подготовленные памятки и подарки. Смотрите, от госавтоинспекции дарим вам такую памятку, как обезопасить себя непосредственно и свое транспортное средство. Блокнотик такой и ручка. Также от госавтоинспекции. Спасибо. Счастливого пути. Общественный совет при Главном управлении МВД России по Самарской области организовал для сотрудников органов внутренних дел экскурсию в Самарскую соборную мечеть. О целях подобных мероприятий расскажем далее. Общественный совет при региональном МВД организовал для сотрудников Главного управления МВД России по Самарской области экскурсию в соборную мечеть. В экскурсии участвовало порядка 35 сотрудников. Это разные службы и управление уголовного розыска, и управление охраной общественного порядка. И были тыловые подразделения, кадровые подразделения, практически весь перечень служб и подразделений, которые входят в состав главного управления. Полицейских познакомили с основами ислама, с его историей. Сотрудники органов внутренних дел осмотрели здание мечети и пришли в полнейший восторг от ее масштабов и красоты. По мнению председателя регионального духовного управления мусульман Самарской области, представителя общественного совета при региональном МВД Талипа Ярулина, эта экскурсия для стражи порядка более чем важна. Она необходима. Для работников внутренних дел это полезно, потому что работники общаются с различными людьми, различной национальности, различными вероисповеданиями. И будет польза от людей, для работников, то, что они будут знать и потом применять уже в своей деятельности. Мероприятие произвело несгладимое впечатление на самарских полицейских, которые буквально засыпали своего экскурсовода вопросами об исламе. Это радостно, что люди интересуются и живо интересуются и спрашивают о культуре, о каких-то порядках, о нравах, которые присутствуют в другом народе. Руководство Главного управления МВД России по Самарской области и общественники не сомневаются, что такие экскурсии, призванные расширить кругозор полицейских и еще больше сблизить сотрудников органов внутренних дел и населения, очень важны. Подобные мероприятия будут проводиться регулярно. И это все, о чем мы хотели рассказать сегодня. Я, Антон Ивойлов, с вами прощаюсь. До встречи уже в новом году. Уважайте закон и будет порядок. В МВД я служил с 1996 года, с октября месяца. За звонков поступает очень много. О бытовых, ссорах. Разговаривая с гражданами по телефону, надо объяснить, успокоить, установить, что произошло. Для человека в состоянии стресса это очень тяжело выяснить. И поэтому приходя успокаивать, психологически работая с человеком, ну, каждому человеку надо подойти, найти подход. Наша задача – выслушать каждого и поступить, как требует существующее законодательство. Если протянешь с выездом на место преступления, преступник может уйти или совершиться более тяжкое преступление. От этого порой зависит жизнь человека. Оперативно отреагировать на сообщения о преступлении, чтобы преступник был задержан по горячим следам. Для этого я здесь и работаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова